Тракторы, мини-погрузчики, машины для очистки дорог и разбрасывания противогололедных материалов, а также снегоотбрасыватели. Все эти виды техники будут обслуживать промышленный район города в зимний период. Готовность людей и техники проверил исполняющий обязанности главы города Иван Носков. Он пообщался с представителями управляющих компаний и главой района. Обсуждали численность штата, принципы составления маршрутов движения техники, а также возможность привлечения дополнительных ресурсов. Есть варианты, нам помогают активно и промышленные предприятия, за что им отдельное спасибо техникой в какие-то трудные минуты. Поэтому мы со своей стороны готовы. Свой зимний арсенал представили специалисты Кировского района. Здесь и областные предприятия, которые работают на дорогах федерального значения, так и компании, в чем ведомстве местные внутриквартальные дороги. Часть техники все еще работает на улицах, выполняя очистку от пыли, но в мастерских в любой момент готовы заменить съемное оборудование на зимнее. Для всех предприятий достаточно недели для того, чтобы все переоборудовать. Каждый руководитель следит за погодными условиями и по мере выпадения осадков, естественно, эту работу они выполнят. Во время осмотра исполняющий обязанности главы Самары обсудил с профильными службами универсальность современной техники. Так, отдельного внимания удостоилась машина российского производства, которая выполняет очистку тротуаров. В отличие от зарубежных аналогов, ее можно использовать в течение всего года. Элементы уборки съемные и настраиваются под любую погоду. В работе у муниципального предприятия эта техника с 2022 года и нареканий не вызывает. Он метет, и на него можно ротор ставить в зимний период, и бункер у него под реагенты, бункер под пылесборник, под воду. Импортозамещение имеет огромное значение при модернизации подвижного состава коммунальных служб. Именно российские производители лучше понимают климатические условия, в которых техника будет эксплуатироваться. Также доступнее становится ремонт и обслуживание данных машин, что значительно продлевает срок их службы. То, что у нас импортозамещение работает, это видно. Я сегодня увидел несколько новых производителей, с которыми я даже не пересекался. Посмотрим, как они себя поведут зимой. Это здорово, что как минимум в этом направлении идет работа, идет разработки, появляется, что-то усовершенствуется. Поэтому зима покажет. Свою технику показали управляющие компании муниципальные учреждения Ленинского района. Вся техника уже подготовлена к очищению дворов от снега. Для работы в стесненных условиях будут использовать мини-погрузчики и самодельные устройства. Например, внедорожник с ковшом более маневренный, чем большие тракторы. Доложили специалисты и о распределении обязанностей для дворников. У каждого есть закрепленная территория строго отведенного размера. Чтобы справиться с работой, можно было в максимально короткий срок. В необходимом количестве закупаются и противогололедные смеси. 72 тонны они заготовили противогололедного материала. Все управляющие компании ТСЖ. Также о готовности к работе в снег доложили и муниципальные предприятия, которые обслуживают главные прогулочные зоны города. Это Самарская набережная, парки Самары и спецремстрой Зеленхоз, в чьем ведомстве скверы и общественные пространства, в том числе и площадь Куйбышева. Для зимней очистки будет задействовано 28 единиц. На сегодня у нас подготовлено свыше 50 процентов, остальное пока по летнему содержанию. Посадка деревьев, кустарников, тюльпанов, ведем полив, но она технически в исправном состоянии. Здесь мы представлены вот 10 единиц. Механизаторский водительский состав укомплектован полностью. Самое главное, что когда будет снегопад, посмотрим, как сработает. Видно, что люди готовятся, видно, что грамотно отвечают на вопросы, но картинка-картинка, а реалий-то реалий. После смотра машины уезжают на автобазы и в мастерские, чтобы провести заключительную подготовку, а затем выйти на улицы и во дворы сразу после первых зимних осадков. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров, Николай Епифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...